Последний город является единственным безопасным оплотом человечества. Место, где каждый может найти свой новый дом. Но несмотря на то, что Последний город располагается прямо под Странником, его тоже приходится защищать от всевозможных угроз. Лишь один враг смог добраться до Странника и подавить надежду человечества. Им был Красный Легион, который во главе с Гоулом хотел забрать свет у Стражей. Но это был далеко не первый случай, когда люди были на грани катастрофы. Устраивайся поудобнее, Страж. Сегодня я расскажу тебе о Битве Шести Фронтов. Одном из главных сражений в истории Дестани за пределами игрового повествования. Во времена Тёмной Эпохи, когда Стражи ещё не были Стражами, существовали лишь Железные Лорды и Полководцы. Варлорды. Это были те же самые Носители Света, но далеко не все преследовали одну и ту же цель. Если первые хотели защищать человечество от надвигающейся угрозы, то варлордов интересовало лишь личное благополучие. Они убивали людей, крали их провизию и воевали с Железными Лордами. Но так уж сложилось, что варлорды были не единственной проблемой остатков человечества. Главной угрозой оставались падшие, которые прибыли в Солнечную Систему спустя некоторое время после коллапса. Но чего они хотели? Падшие, которые до падения своей цивилизации назывались Эликсни, хотели вернуть Странника, который в своё время одарил их технологиями. Иными словами, у падших была своя золотая эпоха, как и у людей, подаренная им Странникам. Но он покинул падших, после того, как в их родной мир вторглась, предположительно, тьма. Остатки Эликсни отправились следом за Странником, чтобы вернуть своего бога. Их путь пролегал вплоть до нашей Солнечной Системы, где и остановился огромный шар. Ненадолго вернёмся к Железным Лордам и Варлордам. Когда Варлорды были практически уничтожены, а количество носителей света только возрастало, люди и новообразовавшиеся Стражи решили построить под Странником последний оплот человечества. Но в городе не было руководства. Однако, после войны фракций, в результате которой возвысились Мёртвая Орбита, Новая Монархия, Культ Грядущей Войны, Авангард и Последний Глашатый Человечество, было образовано Согласие, где де-факто лидером и стал Глашатой. Стражи полностью сфокусировались на войне против Падших. В один момент Дом Дьяволов, на тот момент самый могущественный Дом Падших, оказался настолько уверен в своей грядущей победе, что он решил атаковать Последний Город. Эта битва стала первым серьезным конфликтом в истории выжившего после коллапса человечества и получила название «Битва Шести Фронтов». Четыре Ордена Титанов защищали стены города от шести наступлений Падших, и ни один Орден не пал. Но один Страж смог особо отличиться на фоне всех остальных. Им стал Варлок. Асирис. Сейнт-14 несется сквозь дрейфующие шелковинки, окрашенные теперь уже рассеянными, разноцветными узорами. Отряд Ордена Пожарных не рассчитал свои силы и, встретив сопротивление, отказался отступать. Их отвага обернулась бесполезным поражением. Восемь убито. Один пропал без вести. Сейнт взбирается на восточный хребет долины. Полоски шелковинок все еще цепляются к его доспехам, словно радужная раскраска. За ним в открытом небе рвутся снаряды. В ответ сверху обрушиваются разряды молний. Город еще не пал. Восемь лишенных света Стражей лежат спина к спине посреди искореженных трупов противников и опаленной земли. Вокруг них кружат, словно стервятники, падшие. В неразберихе боя призракам убитых удалось незамеченными отступить в сторону вершины хребта. Сейнт-14 смотрит, как они стремительно скользят, прижимаясь к земле. Он мысленно прокладывает маршрут от полого хребта до небольшой воронки на краю долины, где он может их перехватить. Внезапно он впивается глазами в углубление воронки. Девятый Страж. Элрик. Он в безопасности. Одна сидит погруженная в себя. Сейнт съезжает по краю воронки к Элрик. Ее испуг сменяется облегчением. Ты в порядке? Да, ее призрак ранен, но жив. Мы пробьемся туда, и они снова будут с нами. Небо над падшими взрывается пламенем. Те, что стояли ближе всего, обращаются в пепел. На их месте вспыхивает ярко золотой свет Осириса. Волна разбивает барьер стоящего рядом капитана падших, отбрасывает его в грязь. Слышится шипение и гневный рев. Шоковые винтовки посылают в воздух разряды. Навстречу им с неба обрушивается, разбрасывая их в разные стороны огненный дождь. Его удары высекают в рядах противников золотые ленты. Сметение обращается в панику. Одного за другим падших пожирает огонь. Задай им жару, псих ненормальный! Сейнт обращается к Элрик. Готово? Я не могу. Осирис на мгновение отвлекается на спасающихся призраков. Щелк. Они почти у хребта. Щелк. Они резко оборачиваются в ладонях, танцуют язык пламени. Щелк. Капитан падших, который уже поднялся на ноги, обрушивает на него всю мощь своей обжигающей пушки. Взрывная волна разбивает облика Сириса на сияющие осколки, рассыпая по всей долине свет, расчерчивая песок полосами застывшего стекла. В долину спускаются все новые отряды падших. Титан, ты нужна нам. Я не могу умереть еще раз. Значит, мы не будем умирать. Сейнт проверяет обойму. Несколько точечек света пролетают через край хребта и исчезают из виду. Стражи. Она высовывается из воронки, пересчитывает их восемь жизней. Восемь жизней, каждая из которых спасет куда больше. Я не смогла. Сейчас перед тобой новый выбор. Сейнт прошагивает через край воронки. Ты то, кем ты хочешь быть. Элрик поднимается на ноги. Прячьтесь, малыши. Мы вернем вам ваших стражей. Осирис пылает. Он весь ревущее пламя на фоне закопченного небосвода. Вокруг лишь бесконечная удушающая ночь. Пряди света извиваются. Гудят. Напряженные жилы стягивают мышцы и кости. По всему периметру города, бесчисленные сияющие золотистым светом, марионетки закрывают прорехи в обороне. По его велению, под ногами Осириса восточный рубеж, разбитый обезумевшими падшими, которые бросались на город вновь и вновь. Они так и не прорвали фронт, лишь заставили защитников немного отступить. Осирис сосредотачивает свои проекции на этом секторе. Небольшая боевая группа сдерживает натиск противника. Осирис поворачивается к ним. Дерчайшее золото его света устремляется туда. Помочь сдержать атаку падших. Одна из проекций встречается взглядом с Титаном. Та кивает, и проекция одним плавным движением подбрасывает ее в воздух. Титан низвергает на землю бурю, прокатывающуюся громом по стенам города и разбрасывающую в сторону ряды наступающих. Вдали слышится рев шакса. Пряди рвутся. Небо простирается до границ беззвездной ночи. Осирис чувствует, как из-за них надвигается, сдавливая его сознание, вездесущее ничто. Край. Силы света на пределе. Слабость. И как всегда, их не хватает. Западный рубеж прогибается под натиском. Мгновенное перемещение. Осирис творит преисподнюю. Эфир и пламя сплетаются друг с другом, оставляя за собой лишь пепел. Он видит, как восемь точек света перебираются через край хребта. Щелк. Одинокий страж рывком приземляется по ту сторону вершины. Щелк. Они выживут. Щелк. Северный рубеж прогибается. Сгорают нервы. Золото города блекнет. Полсекунды на выдох. Северный рубеж прорван. Снаряды обрушиваются на стену. Он уже там. Двое охотников все еще держат оборону. Одна из них вся в языках огня ведет стрельбу навскидку, рассыпая лучи солнечного света. Вторая, танцуя, переходит от одного противника к другому. Лезвия ее клинков сверкают, как сама молния. Врагу не пройти. Проекции Осириса бросаются в самую гущу боя. Среди обломков виднеются тела. Взрыв накрывает эвакуированных с восточного прорыва. Осирис видит их смерть глазами 20 золотых двойников со всех мыслимых ракурсов. Он выжжет с северный рубеж с золотом своего света. Осирис оборачивается к пробитой стене. Через пролом на него смотрят падшие, в чьих глазах не выражается ничего, кроме злобы и алчности. Они ждут возможности заполнить эту последнюю надежду омутом своих тел. Даже сейчас, пока одна волна разбивается о преграду света, все новые падшие смотрят на него из беззвездных ложбин. Не это, так следующее. Рано или поздно эта стена рухнет, как и рушились все прочие до нее. Но пока что южный рубеж готов поддаться и его еще можно очистить огнем. Помехи пропали, восстанавливаю линию связи. Привет командованию, добро пожаловать! Говорит Шакс. Противник отступает по всем фронтам. Северная стена еще держится. Я нужен там. Шакс, прием! На западных рубежах все чисто, говорит Сейнт-14. Потрясающе! Значит, ударим по южному направлению. Атака падших с юга захлебнулась. Город выстоял. Они думали, что просто ворвутся сюда и перебьют нас всех. Да, боевые группы на месте. Потерь нет. Благодаря тебе и моему другу Элрик, ты бы ее видел. Она спасла восемь частичек света, кинулась вместе со мной против нескольких десятков падших. Молнии, пули, зрелище было впечатляющее. Ты преувеличиваешь. Для меня было честью сражаться бок о бок с тобой. Нескольких десятков? Сейнт, я впечатлен. Сколькими смертями тебе пришлось заплатить за эту атаку? Я не умирал. Элрик замечательно вела огонь на подав... Я тебе не верю. Это потому, что ты сам умер, Шакс. Говорят, падшие отломали тебе рог. Кто это говорит? Я могу поручиться. Сейнт говорит правду. Мы не умирали. Хотел бы я, чтобы всем нам везло, как тебе, Сейнт. Я же сказал. Элрик великолепно вела огонь на подавление. Не знаю, сколько раз умирал я. Я смотрел на битву глазами города. Он балансировал на грани. Нас было слишком мало. Брат мой, ты хорошо сражался. Гордись собой, без тебя бы мы все погибли. Некоторые все равно погибли. Осирис использовал такие потоки света, которые доселе не были доступны ни одному стражу. Отражения Осириса сражались с падшими на каждом фронте, на каждом конце города. Если бы не геройство Осириса, то возможно последний город пал бы еще в те года, когда он был только основан. Дом дьяволов потерпел сокрушительное поражение и был вынужден отступить. При этом он не оставит попытку отбить странника, совершив нападение на сумеречную брешь. Но это уже совсем другая история. Кстати, Осирис после битвы был назначен первым командером авангарда в истории, но он этой заслуги не искал. Варлок преследовал совсем другие цели. Возможно, мы еще вернемся к рассказу о ком-то из сегодняшних действующих лиц в отдельном видео, но пока что на этом рассказ обрывается. Спасибо за просмотр, ну или за прослушивание, страж. Пиши в комментариях, о чем еще из лора ты хочешь услышать на нашем канале в ближайшее время, а мы постараемся сделать нечто подобное и делать это чаще. Счастливо. Подожди, подожди, прежде чем ты выключишь это видео и пойдешь дальше копаться в лоре, ища новые подробности битвы на шести фронтах, я же явно не все рассказал в одном ролике, я хочу сказать спасибо моим подписчикам на патреон, благодаря которым это видео и было создано. Им оно в свою очередь стало доступно раньше, чем оно появилось на моем основном канале и в следующие мои ролики по истории Destiny и возможно некоторые эксперименты с новыми форматами будут выходить в первую очередь там, в раннем доступе. Это не значит, что мои ролики будут теперь платными, этого не будет. Будут ролики в раннем доступе, вы узнаете о них первыми, вы сможете дать мне первыми какую-то обратную связь, какие-то комментарии, рекомендации, поправки и так далее. Мы вместе с вами будем работать над контентом на канале Triple White. Это все возможно на площадке Patreon, так что проходи по ссылке в описании, если хочешь поддержать наш канал, если хочешь, чтобы ролики выходили чаще, если хочешь, чтобы они были такими, какими ты хочешь их видеть. Мы будем общаться с тобой там, мы будем вместе создавать контент, так что присоединяйся, буду рад тебя видеть счастливо.